Здравствуйте, в первую очередь, зовут ее Зана Зан. Она маленькая у нас еще, молоденькая, ей всего год 3 месяца. Она только начинает свою карьеру в возрослых классах. Но, тем не менее, до этого она все равно имела ряд таких довольно-таки громких и больших побед. Ну, наверное, это не сколько интересно про победу, сколько больше, наверное, про характер. Ну, про собаку про характер. Маленькая, вредненькая, упрямая, любимая. Такая, со своим таким, со своеобразием характера. Если она что-то не хочет, она, конечно, делать этого не будет. Вы ее не заставите ни в коем случае. Не заставите, не уговорите. Она такая собака без тормозов, без чувства сам сохранить. То есть она не боится ничего. Вчера заметили очень интересную деталь. На улице было плюс 30, жара. И многие собаки в ринге, в бесте, уже, ну, даже, скажем таки, стандартные породы, как там, ричбеки, они тяжело дышали. А мы заметили, что ваш французский бульдог, он как бы себя очень вел спокойно, то есть он хорошо, спокойно дышал. Вот как вы этого добились? Ну, к сожалению, бытует такое мнение, что у французских бульдогов здоровье плохое. Я вам могу с уверенностью заявить, что глупости ничуть не хуже, чем у остальных других пород. Ничем они не отличаются. Есть какие-то определенные нюансы, там, например, темно-тигровые собаки, конечно, их может припекать. Ну, черные собаки, их больше припекает, тем более глудкошерстно. Ну, например, те же самые французы. Хотя у меня есть один кобель, который в 30 градусов жары ложится и просто спит на солнце. Вот, ну, нравится ему. Она точно так же вчера целый день. Я ее пытаюсь убрать в тень, а она выходит на солнце, ложится, загорает. Вот, нет, у меня нет проблем таким вот с дыханием. То же самое, вот сидит ее дедушка, его зовут Антон. Вот ровно 4 года назад в эти же самые даты он выиграл 3 быстрых шоу в грузке Минкай все 3 дня подряд. Это было вот первый единственный раз, когда собака одна и та же выиграла все 3 дня. И точно так же меня спрашивали, почему все собаки пыхтят и не хотят выставляться, а он выставляется. Я говорю, ну, вот так. Индивидуальная особенность именно собаки, даже на порода, именно конкретно собаки. Ну, то есть именно вот этот помет, может быть, какой специфический. Ну, вот, а и сидит, она тоже не пыхтящая. Да у нас никто тут не пыхтящий. Ну, сейчас прохладно, понятное дело, я вам доказать не могу. Ну, и какие у вас ближайшие, так скажем, планы, победы, какие впереди? Ну, я не могу сказать, какие у меня победы впереди. Куда я собираюсь ехать? Я собираюсь ехать на чемпионат Европы с ней, но там она еще будет выставляться по классу юниоров. Через 2 недели? Через 3. Через 3. Через 3 недели, она будет там в классе юниоров уставляться. Ну, потому что возможность получить титул в классе юниоров, она бывает один раз в жизни. То есть она вырастет и все. То есть у меня был вариант. Либо взрослый, либо... Я решила, что попробую юниоров. Еще раз. Потому что на мире все успешно прошло, она юный чемпион мира и лучший юниор. Спасибо, поздравляем и желаем вам успехов. Спасибо большое.